Думаю, никто не удивится тому, что Кавказ известен своими воинственными жителями. Это обусловлено геополитическим положением данных земель. Находясь между западной и восточной цивилизациями, будучи по соседству с Ближним Востоком и основными ветвями Великого Шелкового Пути, Кавказ всегда был лакомым кусочком для амбициозных завоевателей. Установление господства в этом месте позволяло оказывать влияние как на Понтийско-Каспийскую степь, так и на земли Месопотамии, Малой Азии и даже Леванта. Все потому, что Кавказ будто массивный щит заслонял от внезапных набегов опасных кочевников, земли от Анатолия до Каспия. Многие из великих попытались счастья взять эту естественную цитадель силой, но почти каждый либо уходил ни с чем, либо добивался лишь частичного успеха, после чего также был вынужден оставить это желанное место. В чем же заключается тайна неудач каждого, кто попытался захватить и обосноваться в этой важной области. Конечно же, основой защиты Кавказа являются особенности местности, ведь Кавказские горы делают эти земли тяжелым испытанием для большого войска, а пути ко многим ущельям недоступными вовсе. На этом была основана вся логика действий местных жителей в войнах с оккупантами, но технологии не стоят на месте, а значит так или иначе у захватчиков появился бы способ улучшить коммуникацию для своих солдат и наконец завладеть Кавказом. Сейчас подходящий момент назвать еще одно объяснение появления сложностей у каждого, кто попытался подчинить себе эту землю. Кавказцы обладают чувством абсолютного неповиновения кому-либо и в моменты, когда кто-то пытался установить над ними главенство, это неминуемо выливалось в освободительное движение. Касается такая особенность не только чужаков, но и даже своих. У многочисленных кавказских наций, таких как черкесы и грузины, были князья, но они не имели абсолютной власти, как это было в ту эпоху на Ближнем Востоке и не всегда являлись указом для местных жителей. Что касается более маленьких этносов, то у многих вообще никогда не было князей или единого вождя. Взамен этого ответственным был совет из наиболее почитаемых и уважаемых людей. Они де-факто замещали собой феодализм. Как видите, жители Кавказа не выносили начальство над собой, потому можно сказать, что кавказцы обладают неким геном свободы, побуждавшим к постоянным боевым действиям и восстаниям. Но это несло в себе и негативные аспекты, как та же политическая нестабильность, не позволявшая установить фокус на эволюции общества и социальных институтов. Сегодня мы обсудим пять выдающихся кавказцев, обладающих талантом в искусстве войны. Само собой, их было куда больше, но давайте оставим их для следующей части, а она появится в случае, если вы положительно оцените этот выпуск. Для этого напишите под видео, кого бы вы хотели видеть в аналогичном топе, кто по вашему мнению является величайшим полководцем Кавказа, а также не забывайте о лайках и подписке на канал. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о новых выпусках. А мы начинаем! Что если я вам скажу, что был человек, остановивший российскую экспансию на Кавказ на более чем 100 лет? Его успешные действия на поле боя убедили захватчиков, что стоит лучше подготовиться и только потом заявляться на эти земли. Я имею в виду сына кумыгского Шамхала, князя Султан Махмуда, жившего в 16-17 веках. Поначалу в его подчинении было лишь одно владение, но участвуя в междоусобных столкновениях, ему удалось усилить влияние и занять довольно видные позиции в Шамхальстве. Тогда политическая ситуация выглядела так. Кумыки вели постоянные войны с кабардинскими князьями и считались одной из наиболее значимых сил не только в Дагестане, но и на всем Восточном Кавказе. Начиная с 1560 года в контексте помощи союзным кабардинцам, одну за одной Москва высылает военные экспедиции в Дагестан. Кумыки, значительно уступающие захватчикам в качестве подготовки войск, используют тактику выжженной земли, что способствует невозможности оккупанту основаться в захваченных населенных пунктах и вынуждает отступать за пополнением пищи и необходимых запасов. Потому вплоть до начала 17 века Москва так и не смогла установить свою власть в Дагестане, а ее военные походы имели лишь частичный успех. Дабы окончательно основаться на этих землях, в 1604 году воеводы выступают в Шевкальский поход. Поначалу успех сопутствовал наступающим, им даже удалось захватить столицу Шамхальства, но вследствие уничтожения посевов кумыками зимой стала ощущаться нехватка еды. На военном совете воеводы постановили часть войска выслать в тыл, чтобы избежать голода. Узнав об этом, султан Махмуд установил засаду на пути следования захватчиков и атаковал их. Но тогда он вынужден был отступить, лишившись несколько тысяч воинов. Осознав, что численность русского войска значительно уменьшилась, кумыки, объединившись с соседними дагестанцами, осадили столицу Шамхальства, где в полной изоляции находились воеводы. Спустя несколько дней султан Махмуд выдвинул условия, согласно чему он позволит воеводам со всем оставшимся войском спокойно уйти из Дагестана, взамен на сдачу столицы и отказ от дальнейших планов по захвату своих земель. Понимая, что ждать помощи неоткуда, воеводы согласились и выдвинулись в путь. Поначалу их действительно хотели отпустить. Но понимая уникальную возможность поквитаться, дагестанцы численностью около 20 тысяч человек настигли захватчиков на Караманском поле и внезапно атаковали так, что те даже не успели встать в боевую линию. Битва длилась несколько часов и окончилась полным уничтожением 7000-го русского войска. На тот момент это был наиболее неудачный исход для московских планов по захвату Дагестана, ведь экспедиция лишилась фактически всего военного контингента и сил для нового похода уже не было. Действия султана Махмуда способствовали остановке российской экспансии на Кавказ вплоть до 18 века. Этот человек стал идеологом в начале Кавказской войны и отличался от остальных тем, что не выступал от имени только чеченцев, а пытался поднять весь Северный Кавказ, основываясь на исламских догматах. Такой подход имел ошеломительный эффект в деле объединения племен и этносов, даже тех, что до него были мало связаны между собой. В ту эпоху каждый вел боевые действия исключительно от имени своей земли, но видение шейха заключалось в тотальной войне всех мусульман. Осознавая опасность подобной идеологии, российские наместники на Кавказе моментально добавляют шейха в список тех, чья ликвидация должна стоять на повестке дня. Явно недооценивая влияние чеченского шейха, в 1785 году для его поимки высылается всего 2000 солдат. В битве около селения Алды они попадают в засаду и уничтожаются. Почувствовав за собой силу, шейх Мансуль даже пытается нападать на Кавказскую защитную линию, но в чистом поле кавказцы значительно уступали, а потому эти вылазки остались безуспешными. Хотя и подняли боевой дух местного населения. Обладая к тому моменту значительным уважением, шейх созывает всех кавказцев к стенам Моздока, желая захватить настолько важную цель и показать единение мусульман. На его зов стягивается около 20 тысяч воинов, что считалось значительной силой. У их оппонента, полковника Нагеля, было всего несколько тысяч солдат, но зато были пушки. Видимо, они и склонили чашу весов в пользу немногочисленного российского войска. Коалицию ожидала неудача как на поле боя, так и в политической плоскости. Эта битва, где по идее кавказцы должны были без сомнений побеждать, стала закатом для единства кавказцев, а также сильно отбилась на влиянии шейха Мансура. Он лишился лояльности дагестанцев и чеченцев и вынужден был уехать на Западный Кавказ. Больше он уже не достигнет такой значимости и самым известным эпизодом в дальнейшем станет защита Анапы вместе с османами. Отбив несколько атак, Анапа все же пала, Мансур попал в плен и до конца жизни оставался в заключении. Словно комета на небосводе, он внезапно появился, за пять лет сумел идеологически объединить Кавказ для совместных военных действий и также внезапно исчез. Если шейх Мансур стал идеологом для многих в начале Кавказской войны, то имам Шамиль выполнял подобную миссию в последние ее годы. Так же как и чеченский имам, Шамиль основывался на исламском единстве, а не на этнической составляющей, что способствовало единению нескольких наций и племен. К тому же ему удалось дольше оставаться на пике. В течение нескольких десятилетий он возглавлял имамат и по сути был главнокомандующим всего восточного фланга в этой войне на землях нынешнего Дагестана и Чечни. И хотя послужной список его побед возможно не кажется кому-то особо выдающимся, его нельзя было не упомянуть в этом выпуске как минимум потому, что он был главным ответственным лицом в имамате. А так же нужно помнить, что силы кавказцев значительно уступали российскому государству, как следствие шансы на победу были изначально невелики. Так или иначе он считается одной из основных выдающихся личностей, воевавших за свободу Кавказа. С этим согласны все. А вот что все чаще последние годы подлежит дискуссии, так это момент пленения Шамиля, активно обсуждаемый кавказцами. Думаю, что этот эпизод можно исследовать в отдельном выпуске, если согласны, дайте знать под видео. Давид Саслан окутан мифами и легендами не столько из-за достижений, сколько из-за своей национальности. Потому остановимся на минутку для того, чтобы осветить этот момент и исключить возникновение новых мифов в будущем. Так как он доводился Русудан родственникам по линии ее тетки, дочери отца ее Давида, выданной замуж во Всетии, она Русудан, привезла его к себе на воспитание. Приезжавшие туда или оттуда видели, что юноша этот, по отцу и матери царского происхождения. Муж царицы Тамар Давид был царем Овсов, из рода Багратионов. Тогда нашли витязя, происходившего от сына Ефрема, царя Овсов. Его воспитала Русудан, тетка царицы Тамар. Этот Давид происходил от Димитрия, сына царя Георгия. Так как у Димитрия Ванакопии, в Абхазии, остался сын, и он вместе с бабкой бежал во Всетии. Тут усыновленный женился на дочери царя Овсов, и сын его, находившийся во Всетии с отцом, был назван царем Овсов. То есть летописи указывают, что Давид был из области Овсети, но относился к грузинской династии Багратионе. Как это возможно? Согласно летописям, у грузинского царя Георгий была жена Альда из Алании. Их сын попытается захватить власть в 11 веке, но все закончится неудачно. Тогда его мать Альда возьмет своего внука и уедет к себе в Аланию, где этого внука женят на дочке аланского князя. Так вот, Давид Саслан является потомком увезенного внука грузинского наследника. Фух, ох уже эти династические штучки. В общем, исходя из этой логики, он является по отцу грузином, а по маме аланом. Но не спешите. Вы, пожалуй, слышали, что для осетин он считается национальным достоянием и вообще величайшим осетинским деятелем. Почему так? Потому что в советскую эпоху всех алан записали в осетины, хотя на данный момент на аланское наследство выдвигают свои основания несколько национальностей. Мы не будем сейчас на этом останавливаться, только покажу вам логику советских ученых. Давид был из Алании, значит он алан. А если он алан, значит осетин. Все, вот и вся логика. В общем, кем бы он ни был, его взяла в мужья царица Тамар и он всю свою жизнь посвятил ей, став главным полководцем в годы ее власти. В битве в долине Бассиане Давид остановил сельджуков конейского султаната. В Шамхорской битве победил Ильдегизидов. Заключив союз с внуком византийского императора Алексеем Великим Камниным, Коалиционное войско почти дошло до Константинополя, попутно захватывая Трапезунт, Самсун и Синоп. Его военные победы в связке с талантом царицы Тамар сделали грузинское государство одним из наиболее влиятельных на Ближнем Востоке. Только что мы упоминали о золотом веке грузинского государства. Так вот, вам нужно знать, кто его таким задумал и воплотил в жизнь. Давид Агмашинебели, он же Воссоздатель, является, возможно, самым выдающимся грузином из когда-либо живших. Он унаследовал бедное, опустевшее и слабое в военном смысле государство, а оставил после себя влиятельную и сильную единицу, возводившую храмы на Святой Земле и оказывавшую влияние на политику Византии. Но все это было бы невозможно без таланта полководца. Чтобы не быть голословным, вот неполный список основных его военных побед. Самой значимой и известной является битва в Детгорском ущелье. В этом году исполнилось 900 лет со дня победы Давида. На канале вы можете ознакомиться с выпуском на эту тему, где я в деталях описал это событие. Военные достижения Давида Агмашинебели позволили грузинскому государству стать абсолютным гегемоном на Кавказе, а также одной из наиболее влиятельных сил в Малой Азии и на Ближнем Востоке. О нем знают даже те, кто максимально далек от Кавказа. На известном англоязычном сайте The Top Tense с посещаемостью более 2 миллионов человек ежемесячно, где люди голосуют на те или иные темы, Давида Агмашинебели занял наивысшую позицию в списке самых выдающихся полководцев человечества, обогнав Чингисхана и Наполеона. Это очень удивительно, учитывая, что о нем не снимают фильмы Голливуд и его походы не окутаны мифами и легендами. Особенностью этого топа является то, что его составляет не какой-то отдельно взятый человек, а он создается на основе голосов обычных пользователей. Учитывая, что о Кавказе вообще мало кто знает на Западе или в Азии, даже такая мелочь является большим достижением для узнаваемости этой области. Сегодня мы познакомились с пятью выдающимися людьми Кавказа в военном деле. Вообще их, конечно же, десятки, если не сотни. Потому если вы хотите увидеть еще один выпуск по этой теме, не забывайте написать в комментах, кого вы считаете величайшим полководцем Кавказа и кого хотели бы видеть в следующем видео. Помните, что лайк и подписка помогают этому выпуску двигаться в топ, чтобы его увидело как можно больше людей. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok